В Усть-Каменогорске прошла презентация выставки «След на Иртышской земле», посвященной писателям из Восточного Казахстана. На экспозиции можно не только узнать о творчестве мастеров слова, но и увидеть уникальные документы, которые хранятся в областном архиве и могут раскрыть немало тайн о жизни наших выдающихся земляков. Выставка «След на Иртышской земле» рассказывает о писателях Восточно-Казахстанской области. Редкие фотографии и документы дают возможность узнать немало интересной информации об их творчестве и судьбе. Один из тентов посвящен Павлу Васильеву, поэту-прозаику-переводчику. Павел Николаевич родился 5 января 1910 года в самом сердце Евразии, на большом караванном пути в городе Зайсане. Лирика Васильева проникновенно и мощно обрушивается на читателя со страниц, оставляя горькое послевкусие. С такой болью и эмоциональным надрывом он писал о своей земле и страдающих простых людях, перипетиях коллективизации. Переехав в Москву, он продолжает воспевать свою малую родину – Казахскую степь и зеленоводный Иртыш. Благодаря уникальным документам, представленным на выставке, можно проследить не только успешный творческий путь писателя, но и увидеть трагические моменты его жизни. Про Павла Васильева, самые уникальные анкеты подсудимого, когда его арестовали в 1937 году, его обвинительная анкета. И вот есть письмо в редакцию, тоже обвинительная статья, писали в газету «Правда», и там подписали те люди, которые он считал своими друзьями. Особое место на выставке отведено поэту-переводчику Павлу Кузнецову, который внес большой вклад в популяризацию творчества казахских писателей. Он ознакомил русский народ с Акыном Джамбулом Джабаевым. Он переводил его стихотворения на русский язык, в том числе и других Акынов. Там были Таир Жароков и Ляшин Сугуров. Выставка будет интересна как любителям литературы, так и историкам-краеведам. Экспозиция дает возможность через собрание редких документов лучше узнать о жизни и творчестве писателей Восточно-Казахстанской области.